Привет друзья, решил сделать новую подборку смартфонов с NFC, так как тема очень востребована. Только не о бы каких, а тех которыми я сам бы пользовался, где и камеры не стыдные и начинка. Да, NFC очень нужная штука. В Китае бюджетный и средний, а значит доступный сегмент в основном не устанавливает этот модуль, поскольку у них там очень популярна оплата QR-кодами, потому и потребности нет. У нас же наоборот, но все можно найти если поискать. И вот вам подборочка 5 интересных гаджетов с NFC, от 160 до 300 долларов, поскольку нам интересен бюджетный и средний сегмент. А флагманы, так там почти во всех есть NFC, но и стоят они очень немало. Ссылки где можно купить все эти гаджеты будут в описании. Итак, открывает нашу подборку смартфон, который можно купить всего за 160 долларов на данный момент. Sharp Aquas S2. Я не мог обойти стороной эту модель и даже отхватил себе. Купил за 160 долларов в магазине GED. Покупал через кешбек сервис Letyshops и мне начислили целых 99 рублей. Ну, мелочь, а приятно. Кому интересно, ссылку тоже оставлю под видео. Глазок камеры посреди экрана может кого-то отпугнуть, но за эти деньги вряд ли можно найти что-то лучше с NFC. Тут хороший процессор Snapdragon 630, отличный экран, 4 гигабайта ОЗУ и целых 64 встроенной памяти. Да еще и камеры, особенно по части фото, очень даже ничего. Есть и старшая версия на 6, 128 гигабайт. И там процессор еще лучше Snapdragon 660, но и стоит он значительно дороже. NFC работает без танцев с бубном. Смартфон очень компактный при своей диагонали в 5,5 дюймов. И легкий, всего 140 грамм. На 4 PDA есть тема данного гаджета, где и прошивки и так далее. В общем, все доступно и по красоте. ZTE Nubia Z17 Mini. Также достаточно неплохой и компактный аппарат. Модуль NFC на месте, но работает только на глобальной версии аппарата или глобальной прошивки, начиная с 2.01. Потому лучше покупать сразу глобалку. Процессор Snapdragon 652 или 653 в зависимости от модификации. Он достаточно производительный. Единственное, эти процессора выполнены по 28 нм техпроцессу, что в паре с небольшим акумом на 2900 мА не даст большой автономности. Смартфон имеет двойную основную камеру с сенсорами среднего качества. А так, неплохой вариант за 160-170 долларов. Xiaomi Mi 5S и Mi 5S Plus. Их давайте представим одной пачкой. Два не очень свежих смартфона еще 2016 года. Но флагманы есть флагманы. Иногда старший флагман будет намного лучше нового середнячка. Обладает процессором Snapdragon 821, который еще очень даже может. И неплохими камерами. Вернее, в Mi 5S отличный модуль. Пожалуй, один из лучших за свою цену. Mi 5S с приставкой Plus имеет средние камеры, хоть основных там и два модуля. Последний имеет больший экран 5,7 дюймов. А Mi 5S для любителей компактов 5,15 дюймов. Экраны отличные, тут не поспоришь. Да и сборка тоже. Если берете флагман, которому год или два, и он хорошенько просил в цене, то вы точно не прогадаете. Стоимость Mi 5S в районе 265 долларов. Mi 5S Plus обойдется приблизительно в 290 долларов. Mi Note 3. Отличный смартфон во всем. Появился на свет следом за флагманом Mi 6 в 2017 году. Дизайн хорош, хоть тут и не трендовый экран 18-9. Процессор Snapdragon 660. Камер, NFC, автономность, сканер отпечатка пальцев спереди. Ну прям не придраться за эту стоимость. Вполне доступный и очень сбалансированный смарт. Очень быстрый. В общем, кто хочет универсальный смарт за разумные деньги, можно брать. На канале есть обзор, можете посмотреть, нажав подсказку сверху. Стоит меньше 300 долларов за версию 6.64 и чуть больше 300, если хотите на 128 гигабайт памяти. Теперь давайте глянем, что там Huawei предложит. Компактный смартфон Huawei Honor 9 с экраном 5.15 дюйма. Конкурент Mi 6 от Xiaomi. Можно купить за 300 долларов или чуть выше. Хорошие камеры, конечно же NFC, хорошая производительность, отличный IPS дисплей на 5.15 дюймов, гибкая оболочка. И все это от надежного, проверенного временем бренда. Huawei Nova 2S. Версию 4.64 можно купить за 306 долларов. Но цена будет падать. И возможно, когда вы смотрите данное видео, она уже ниже. Смартфон позиционируется как средний сегмент, но при этом получил много флагманских плюшек. Очень достойные характеристики, хорошая двойная камера, современный дизайн, экран 18 к 9, свежий Android 8, конечно же NFC модуль. В общем, телефон на все случаи жизни, за нормальную цену. Ну что же, друзья, это была небольшая подборочка годных смартфонов с NFC, которые не только имеют эту функцию, а и отличные характеристики за свои деньги. Которые можно отнести к классу универсальных устройств на все случаи жизни, где и камеры, и производительность на уровне. Пожалуй, из этой подборочки я бы для себя выделил 3 победителя, но без выдачи мест. Huawei Nova 2S, Mi Note 3 и Sharp Aquas S2. Напишите, пожалуйста, что бы выбрали вы. Составим лидера в комментах. А если вы уже пользуетесь смартфоном с NFC, и он стоит до 300 долларов, и по-вашему он классный, то обязательно напишите о нем в комментариях. Только просьба, не предлагайте очень устаревшие модели, которые уже не продаются, или те, которые уже не будут обновляться. А с вами был Смарт Плюс, не забудьте подписаться на канал, да и лайки не жалейте. И всем пока, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!